Слава Богу, братья и сестры! Я хочу прочитать в начале своей проповеди один стих священного Писания и порассуждать вместе с нами на такую тему «Четыре цены христианина, или сколько стоишь ты?» 1 Коринфянам 7 глава, читаю 23 стих «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеком». Я, братья и сестры, когда проповедую в более маленьких собраниях, то я людям задаю такой вопрос «Сколько вы стоите?» И обычно люди отвечают в начале, не подумавши, дорого. А потом в конце проповеди люди начинают понимать, что не настолько и дорого, насколько они себе все время представляли. Братья и сестры, этот вопрос «Сколько я стою?» он очень часто возникает в нашей жизни, хотя мы не всегда себе даем отчета. Когда в многодетной семье решается вопрос среди детей, кто будет мыть посуду, то часто дети не сдают вопрос, кто должен это делать? Тот, кто дороже стоит, или тот, кто дешевле? Когда создается молодая семья, и через короткое время решается вопрос, кто кому должен носить кофе в постель? И, братья и сестры, молодые люди себе не задают как бы отчета, но не спрашивают себя при этом, «Сколько я стою?» и кто должен это сделать, или я, или он, или я, или она? Братья и сестры, бывает, нас кто-то как-то с нами поступил так, как нам кажется, не должны с нами поступать. И в это время мы задаем себе вопрос, возможно, не прямо, но достоин ли я такого обращения ко мне, или я стою намного дороже, чем эти люди оценили меня, и потому поступают так со мною? Мы, братья и сестры, с вами все ходим в церковь, и, братья, бывает, нам предлагают какой-то труд, какое-то служение. И мы тоже задаемся этим вопросом, а стою ли я того, чтобы нести такое маленькое служение? Я не буду это делать по той причине, что я стою намного дороже и заслуживаю намного больше. Как-то в одной церкви покаялись несколько человек, которые были из такого греховного мира, которые занимались такими конкретно злыми делами. И вот когда их Бог освободил, когда их Бог простил, помиловал, эти несколько молодых людей как-то сидят между собою, это не притча, это реальность. Они сидят и рассуждают между собою. Один читает Библию и говорит, я меньше, чем на апостола, не согласен. А второй говорит, а мне хотя бы пророком. А третий говорит, ну ладно, я могу быть и пастырем. И вот, друзья, прошло какое-то время, эти люди отделились от церкви. Эти люди опять возвратились в это свое старое греховное болото. И, друзья, на это была причина. Эта причина заключалась в том, что они не смогли себе сложить правильную цену, цену того, сколько они на самом деле стоят. Друзья, Библия говорит о том, что среди учеников Иисуса Христа, когда они следовали за Христом, в определенное время тоже возникали такие вопросы. И в то время, когда им Христос говорил о важных вещах, Библия говорит о том, что иногда они рассуждали, а кто из них больше. Они рассуждали, кто из них дороже стоит, кто должен занять какое место, кто сядет по правую сторону и по левую. И, братья и сестры, часто матеряне тоже в этом задействованы. И там Библия говорит о том, что подошла мать сыновей Завидеевых ко Христу и сказала, я, друзья, прошу прощения, немножко перефразирую то, что она сказала. Она сказала, этих моих два сына, они стоят намного дороже, чем все остальные. И потому пускай один из них сядет по правую сторону, а другой по левую сторону от тебя. У меня, друзья, буквально произошла такая вчера ситуация, я пришел домой, а моя жена и дети мне задают вопрос такой ухмылкой. Говорят, папа, ты что себе уже тоже страничку в Инстаграме создал? Они знают, а перед этим им говорил, что в Австралии издали закон, который запрещает детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Я начал разбираться, что такое, не говоря, что кто-то создал фейковую страницу на тебя. Там что-то пишет. И знаете, друзья, сразу внутри такая буря, что делать, как поступить. Что-то такое напишут, и обо мне подумают плохо. Подумают меньше, чем я стою. А потом думают, Господи, да будет воля Твоя. Пускай, что хотят, делают, что ты допускаешь, то и будешь. Но, братья и сестры, в этот момент тоже, знаете, внутри возник вопрос. Сделают хуже, покажут тебя в худшем свете, чем ты есть на самом деле. Братья и сестры, это очень важно. Создать себе правильную цену. Есть такое выражение, я еще не сложил себе цену. Был такой человек очень мудрый, но, наверное, не совсем. Это был человек, ахитофел, который однажды, пользуясь большим авторитетом среди Божьего народа, и он себе сложил уже определенную цену. И вот, друзья, Библия говорит о том, что в какой-то момент совет ахитофела не приняли. Я думаю, кто читает Библию, вы помните эту историю. И, братья и сестры, это очень важно, сложить себе правильную цену. И когда этот человек увидел, что его не приняли, он сделал завещание для дома своего, пошел и наложил на себя руки. Друзья, главная причина, почему он это сделал, это то, что то, как он оценивал себя, и то, как его оценивали люди, была между этим разница. Он имел завышенную оценку, и когда он неправильно себя оценил, произошла эта трагедия. Братья и сестры, Библия говорит о том, что каждый из вас или каждый из нас, мы имеем четыре цены, о которых мы порассуждаем дальше. Об этих ценах говорит Библия. И, братья и сестры, это очень важно, чтобы ты и я знал лично для себя, сколько я на самом деле стою. Я, друзья, прочитал это первое место Писанья. Иногда мы его неправильно интерпретируем. Здесь написано, «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами людей». Перед этим апостол Павел тоже говорит, что вы куплены дорогою ценою, и потому прославляйте Бога и в телах, и в душах ваших. Друзья, когда мы как бы поверхностно читаем, мы думаем, на самом деле я дорогой. И как часто братья с проповеди, с кафедры говорят, дорогие братья и сестры, и утверждают нас, мы на самом деле дорогие. Но, друзья, можно немножко по-другому посмотреть на это место Писания. Я думаю, здесь говорится, Христос заплатил за вас намного больше, чем вы стоите. Христос заплатил за вас дорого. Не из-за того, что вы стоите, а из-за того, что Он вас так оценил. И потому вы обязаны прославлять Его. И потому вы не должны становиться рабами никого. По той причине, что никакой Господин не заплатит за вас столько, сколько заплатил Иисус Христос. Братья и сестры, первая цена – это цена, которую дал нам Бог. Намного дороже, чем мы стоим на самом деле. И если мы это поймем, то, само собой, будет то, что мы будем Его прославлять и в наших телах, и в наших душах. И мы никогда не станем рабами никому другому. Я, друзья, хочу привести пример такой из своей жизни для того, чтобы вы дальше лучше поняли, о чем я буду говорить. Я как-то свою жену отправил на какое-то время до ее мамы. И вот долгое время мы не виделись, и я еду ее забирать. Это другая область. И вот, друзья, еду, я смотрю, продают на дороге. Я думаю, вы многие, возможно, помните, там, где вороновицы, там часто продают полевые цветы. И вот, друзья, остановился, я скажу приблизительные цены. Я остановился, подхожу, говорю, сколько стоит? Приблизительная, говорю, цену. Мне говорят 100 гривен. А я говорю, я готов вам дать 50. А эта продавщица говорит, молодая девушка, говорит, ну, давай ни тебе, ни мне. 70. Ну, на этом мы сошлись. Потом, друзья, я приезжаю к своей жене, даю этот букет. Она расцвела, как этот букет. И дала этому букету четвертую цену. Как вы думаете, какую? Все зависит от того, насколько часто она получала этот букет цветов, да? То есть, чем чаще я ей дарю эти цветы, тем эти цветы, они дешевле. Но чем реже я это делаю, тем больше этот букет, он поднимается в цене. И вот, братья и сестры, этот букет, он имеет 4 цены. Это цена, которую создал продавец, который вложил, можно сказать, душу в этот букет. Вторая цена, это цена моя, то, что я предлагал. Третья цена, это то, за сколько мы договорились. А четвертая цена, это цена, во сколько этот букет оценила моя жена. И вот, братья и сестры, первая цена, это цена того, кто уложил в нас свою душу. Это цена того, кто сотворил нас, кому мы дороги, из-за того, что он наш творец. И потому он заплатил за нас очень дорого, намного дороже, чем мы стоим на самом деле. Братья и сестры, я читаю следующее место священного писания. Это Евангелие от Матфея. История об искушениях Иисуса Христа. И, друзья, здесь написано так, 4 глава. 5-6 стих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, охраня тебя на всех путях твоих, да не притнешься камень ногою твоею». Я прошу прощения немножко дальше. С 8 стиха. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падши, поклонишься мне». Братья и сестры, вторая цена – это цена, во сколько оценивает нас дьявол. Библия говорит о том, что когда-то сатана, он показал Христу все царства вселенной, всю славу этого мира и сказал ему, «Я тебе это все дам, я готов это все заплатить, но при условии, если ты мне поклонишься». Братья и сестры, вторая цена – это цена, которую дает нам дьявол. Он много предложил Христу или нет, дорого оценил или нет. Как посмотреть? На первый взгляд, возможно, и дорого. Все царства мира, я думаю, он показал ему все земные царства. Но, друзья, он хотел обмануть Христа. Христос, он был творец не только этого земного, он был творец всей вселенной. Он был творец тех миров, которые сегодня самый лучший телескоп не может увидеть. Он тоже это все сотворил. Братья и сестры, Христос, он получил цену относительно большую, но не дороже, чем раб. Сатана ему сказал, «Если ты будешь служить мне, я тебе это дам». Братья и сестры, сегодня дьявол, он тоже нам предлагает свою цену. Он согласен дать нам относительно много, но не больше, чем рабам. Братья и сестры, ему нужны рабы. Рабы есть не только дешевые, есть рабы дорогие. Когда-то Иосиф, он был в египетском царстве рабом. Но, друзья, он был дорогим рабом, он приносил большую пользу фараону. И вот, друзья, дьявол, он предлагает нам свою цену. Он иногда согласен дать много богатства. Он иногда согласен дать славу. Он дает авторитет. Но, братья и сестры, часто он это делает по одной единственной причине. Но если ты будешь мне служить, если ты будешь исполнять мою волю, и чем ты ближе ко Христу, чем больше Бог использует тебя, тем дороже Он готов дать тебе, для того, чтобы ты делал соблазны, для того, чтобы ты делал какие-то разделения, для того, чтобы своим, казалось бы, таким духовным служением ты приносил уже не пользу, а вред для дела Божьего. Друзья, сатана, он оценивает тебя и меня. Он что-то предлагает тебе и мне. Иногда он предлагает очень много, но не больше, чем своему рабу. Друзья, один такой библейский пример, и мы пойдем дальше, был такой человек Валаам, которому также в свое время предлагали цены. Этот человек, он был человеком, общающимся с Богом. Он говорил о себе, что он имеет открытые глаза. Этот человек, он некогда предсказал эту звезду Рождества Иисуса Христа. И вот, друзья, дьявол его начал подкупать. Пришли эти князья Мадиамские, предложили одну цену. Потом пришли, предложили больше. И, братья и сестры, наступил такой момент, когда этот человек, он подумал, ну все, этой цены уже достаточно. И, друзья, этот человек, он очень сильно хотел умереть смертью праведника. Он говорил так о себе. Но он умер как язычник. Он умер вместе с язычниками. По той причине, что он принял ту цену, которую предлагал ему дьявол. Братья и сестры, он согласился на очень большое богатство. Но Христос говорил, что это богатство не стоит все равно его души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И потому, друзья, апостол Павел говорит, выкуплены дорогою ценою, не делайте с рабами людей. Братья и сестры, не делайте с рабами. Сколько бы люди или духовный мир не предлагал вам, он никогда вам не даст больше, как рабу. А Христос нас оценил, как своих сыновей и дочерей. Слава ему за это. Я, друзья, читаю следующее место Писания. Писания, это послание к филиппийцам. Здесь говорится о третьей цене христианина. Вторая глава. Читаю третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или под тщеславью, но по смиренно-мудрюю почитайте один другого, высшим себя». Братья и сестры, третья цена – это то, во сколько я оцениваю вас. Или вы сейчас с каждой сидите и каждый оцениваете меня. Братья и сестры, мы можем оценивать проповедь, мы можем оценивать внешний вид, одежду. И, братья и сестры, иногда из-за этого мы можем дать неправильную оценку или слишком завышенную или слишком заниженную. Братья и сестры, третья цена – это сколько ты стоишь в моих глазах или сколько я стою в ваших глазах. Апостол Павел говорит, эта третья цена – всегда больше, чем стоишь ты сам. То есть, братья и сестры, Библия говорит о том, что когда мы встречаемся друг с другом, когда мы смотрим друг на друга, мы должны иметь такое прекрасное качество смиренно-мудрие, которое помогает нам всегда смотреть на другого человека снизу вверх. Когда мы не имеем смиренно-мудрия, мы всегда смотрим сверху вниз. Я, друзья, могу быть очень высоким человеком и ростом я немножко больше, чем кто-то другой. И такие есть люди в церкви, кроме меня. Но, братья и сестры, Библия говорит, когда ты оцениваешь другого христианина. Возможно, он не проповедует, возможно, он не служит каким-то таким видным служением, возможно, он не такой духовный, но по смиренно-мудрию всегда научись его оценивать хотя бы немного больше, чем самого себя. Как-то мне рассказали одну историю, как в одной церкви был такой недуховный брат в кавычках, который однажды сказал другому духовному брату в больших кавычках. И он его обличил. Он ему что-то сказал такое, что то делает неправильно. А это был человек духовный, но в больших кавычках. И он ему сказал такую фразу. «Когда ты сделаешь для церкви столько, сколько сделал я, тогда будешь мне что-то говорить, а пока молчи». Братья и сестры, он правильно оценивал другого брата? Это духовного и недуховного. Друзья, Библия говорит, обращается ко всем нам. Это третья цена. Когда ты смотришь на других братьев, на других сестер, возможно, этот человек, он имеет кучу проблем. Возможно, он совершенно не духовный в твоих глазах. Но Библия говорит, по смиренному мудрю, почитай другого выше себя. Научи всегда, возможно, ты стоишь сам высокий, стоишь за кафедрой еще выше, но научи смотреть на других верующих людей, очень маленьких, возможно, в глазах других людей, но смотри на них всегда снизу вверх. Почитай всегда их выше себя. И это будет правильная оценка, которой Бог хочет, чтобы было в твоем сердце. И, братья и сестры, последнее место Писания, и мы будем идти к молитве. К молитве четвертая цена это во сколько, сколько стою я в своих глазах? Сколько стою я? Какую цену себе создаю я? Во сколько я оцениваю себя? Я, братья и сестры, в начале проповеди говорил, что иногда, когда мы особенно первый раз читаем Слово Божье, мы говорим и думаем, стою очень дорого. Но, братья и сестры, когда проходит время, когда Бог тебя учит, проводит, открывает тебе Священное Писание, ты начинаешь немножко по-другому слаживать себе цену. И, братья и сестры, когда мы себе сложим правильную цену, мы будем благословением в доме, у нас всегда будет помыта посуда, всегда вовремя будет стоять кофе, и в церкви никогда не будет недостатка в тех служениях, которые, возможно, кажутся низкими в глазах некоторых верующих людей. Я читаю Евангелие от Луки, 17 глава, 7 по 10 стих. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание?» Знак вопроса. «Не думаю». «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Братья и сестры, я хочу наше внимание обратить на несколько моментов. Первое. Христос обращается к верующим, к христианам. Мы говорим «четыре цены христианина». Христос говорит «Так и вы». Не важно, кто ты, не важно, какой стаж твоей веры, не важно, насколько ты часто, возможно, исполняешься Духом Святым, насколько ты одарованный, насколько ты способный, какое твое служение в церкви, как на тебя смотрят другие люди. Братья и сестры, Христос говорит «Так и вы». Я, друзья, бывает, беседую, как и вы, беседуете с людьми, с братьями, с друзьями. У меня есть много друзей, как и у каждого из нас. И вот, друзья, бывает, по-дружески, когда кто-то кому-то что-то сделал, и вот говоришь тому человеку «Спасибо», а он говорит «Я раб ничего не стоящий». Никто вам так не говорил. Братья и сестры, это правильное выражение или нет? Я, друзья, хочу, братья, да, там дальше братья мне подсказывают. Там дальше написано «Так и вы говорите, когда сделаете все повеленное вам». Братья и сестры, если я сделал все повеленное мне Богом, я проверяю свое сердце, «Я знаю все то, что я должен бы сделать на земле для семьи, для людей, для церкви, в служении Богу, в труде и во всех вопросах, когда я сделаю все повеленное мне, я имею право говорить, я раб ничего не стоящий». Братья и сестры, если я всего не сделал, ты еще меньше. Друзья, следующий момент, если я ничего не сделал, ты даже не имеешь права сказать, я раб ничего не стоящий, ты стоишь еще меньше, в своих глазах так должно быть. Когда мы, друзья, читаем Библию, мы находим примеры мужей Божьих, которые, возможно, в свое время давали себе неправильную оценку, но проходило время, и не говорили о себе такие слова. Апостол Павел говорил, что я самый большой грешник, я изверг. Бог пришел спасти грешников, из которых я первый. Я не достоин быть апостолом Иисуса Христа. Братья и сестры, Библия говорит о том, что когда Христос нес свое служение на земле, Он говорил такие слова, я же червь, а не человек. Братья и сестры, четвертая цена, сколько я стою в своих глазах. Если ты сложишь себе правильную цену, ты станешь благословением для других людей, ты сам будешь иметь благословение от Бога. Когда ты сделаешь все потребное, говори, я раб, ничего не стоящий. Братья и сестры, такому рабу не проблема помыть посуду. Такому рабу не проблема принести кофе. Такому рабу не проблема занять то служение, которое не хотят занимать другие, понимая, что это что-то унизительное. Но когда я раб ничего не стоящий, и я сделал все то, что повелено было мне сделать, братья и сестры, это моя истинная цена. Если я не таком, мне надо еще постараться, чтобы заработать эту цену для себя. Преклоним колени и помолимся Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok